Поможем избавиться от долгов и кредитов и сделаем банкротство. Компания Эллайн. Работаем по всей России. 10% скидка на любую услугу по промо-слову Сади Гасанвы. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья. С вами Юрий Сади Тельманов. Сегодня я с вами поговорю про кредитное рабство. Что это такое, какие у этого есть причины, ну и как это можно избежать в своей жизни, либо постараться избежать. Подписывайтесь. Я могу дать объективные рекомендации, поэтому есть ряд привычек, которые помогут вам в жизни этого кредитного рабства избежать. Первое. Учитесь, пожалуйста, жить посредством. Это очень заезженная фраза, но мало кто ее разжевывает. Что значит жить посредством? Дело в том, что жить посредством не так-то и просто, как кажется, потому что мы живем в мире маркетинга, где различные товары, услуги навязываются очень необычными способами. И понять, что тебе действительно в этой жизни нужно, а что нет, крайне сложно. И поэтому, для начала, чтобы определить, как это жить посредством, нужно сначала понять, а что конкретно и какие средства мне конкретно в жизни будут нужны. Потому что можно ездить на какой-нибудь Киарью, а можно ездить, к примеру, на Майбахе. Вроде бы и там, и там средства передвижения, но с другой стороны, один стоит под 15 миллионов, а другой миллион рублей. Разница в 15 раз. Но и там, и там, в принципе, ты получаешь средства для передвижения. Поэтому, прежде чем научиться жить посредством, вам нужно для себя честно ответить, на какие средства мне, в принципе, хватит моих денег, чтобы их иметь. Если я зарабатываю 30 тысяч рублей, понятно, что о Майбахе я могу только мечтать. Опять же, убивать себя морально, что вы никогда этот Майбах не получите, не нужно. Здесь я рекомендую, если вы понимаете, что те средства, которые вы хотите ставить намного дороже вещей, доходов, значит, те доходы, которые у вас есть, нужно вкладывать не в эти средства, а нужно вкладывать свое образование. Значит, у вас еще недостаточный уровень дохода. Уровень дохода повышается, во-первых, трудом, то есть вы должны выполнять какие-то действия, какую-то работу, потому что деньги получаются с помощью какой-то работы. Просто так они через какие-то ставки на спорт, казино и пирамиды не восполняются. Или на крипте тоже. Деньги зарабатываются, и для начала вам нужно повышать свою компетенцию, получая знания и умения. А чаще всего это требует денег, то есть какие-то обучающие курсы, какого-то наставника. Или вы хотите поработать, или попробовать себя в какой-то другой новый бизнес-среде. Тогда вложите деньги в это. То есть посредством, как любят говорить, нужно начинать жить только тогда, когда ваш уровень дохода уже соразмерен с тем, что ты уже хочешь, и при этом ты можешь не брать кредит на этом, если зарабатываешь 200 тысяч рублей. Я считаю, что машина, которой ты можешь себе позволить, должна равняться 6 твоим ежемесячным доходам. Но точно не должно быть такого, что ты зарабатываешь 30 тысяч рублей и идешь покупать себе машину за 3 миллиона рублей. Но это просто смешно. Вы себя добровольно вгоняете в рабство. В идеале на такую не совсем нужную вещь, как машина, вы должны просто деньги накопить без всяких кредитов. Кредиты берутся на расширение бизнеса, на покупку какого-то предмета, производства. То есть кредиты должны браться для того, чтобы заработать больше. То есть деньги делают деньги. Вы должны брать деньги, чтобы делать их. Первое правило – это живи по средствам. Хочешь предмет роскоши какой-то, купи, накопи. Если ты не можешь на него накопить за достаточный период времени, который тебя устраивает, значит, это не твой предмет роскоши. Пока у тебя не хватает доходов, значит, увеличивай свои знания, компетенции, работоспособность, нанимай других людей. Вкладывай в свое развитие. Как только твои доходы уже достигнут того уровня, когда ты себе можешь позволить предмет роскоши, который ты хочешь, вот тогда покупай. Второе правило фундаментальное – кредиты. Мы берем, чтобы делать деньги. Деньги делают деньги. И мы не берем кредит, чтобы купить машину покруче. От нее нет смысла. Вы на ней не заработаете. Кредит не нужно брать, чтобы вложиться в финансовую пирамиду. Или ставки на спор. Где гарантия, что вы здесь заработаете, если есть, 99% просирает деньги. Это открытая статистика. Кредиты не берутся для того, чтобы съездить в Турцию. Отдохните пока где-нибудь на даче у себя. Есть дела поважнее. Нужно вам наладить нормальные источники дохода. Если вы себе даже не можете позволить отдых в Турции, не надо на это брать кредиты. Третье, последнее правило – это, конечно же, финансовая грамотность. Часто кредиты берутся из-за возникновения стрессовых ситуаций. И люди от этого начинают идти в банки. Кому-то не повезет, те в МФО, потому что в банках им не дают. Ну и вот здесь самое настоящее кредитное рабство. В общем-то и начинается. Поэтому надо формировать какие-то резервы. Нужно учиться откладывать. И неважно, какой у вас доход. Здесь самое главное – сделать привычку откладывать. Не имеет значения вообще. Даже если вы зарабатываете 15 тысяч рублей в месяц, ничего страшного. Отложите хотя бы 500 рублей. Вы можете это сделать и не думать о них вообще. Сформируйте себе эту привычку, даже если вы будете откладывать по 500 рублей. У вас за год скопится порядка 6 тысяч рублей. С такой зарплаты вы уже половину своей зарплаты отложите. Это непрекраснабельный запас. Через год вы начнете зарабатывать за 20 тысяч. Откладывайте уже тысяч рублей. Эти деньги вы можете перевести в доллары или во франки швейцарские. У вас уже есть запас. Вы же не просто какой-то раб, который теряет работу и остается без денег. Вы уже имеете какую-то свободу. Запомните, деньги это свобода. Если вы потеряли работу и есть запасы на полгода жизни, вы не раб. Вы свободный человек. Вы можете спокойно восстановиться, отдохнуть, пойти найти новую работу спокойно. Вот эти три простых правила вам помогут не попадать в кредитное рабство. А с вами был Юрий Садий Тельманов. Если вам нужна помощь с кредитами, то пишите мне.